И погнали. Терпите новую графику, ничего страшного. Тут это... Игроки на старой играют, естественно, ничего такого. В жухи пошли. Это финал, это четвертьфинал, но как бы это вполне мог быть финал, потому что, блин, и Фоги может дойти, особенно через каких-нибудь там эльфов. Алин, безусловно, до финала может дойти. Но вот так получилось, что Фоги встретил в первом туре самого неудобного для себя игрока. И, наверное, для многих самого неудобного, потому что Лин, по сравнению с тем же самым Фокусом и Соином, он посильнее. Он посильнее. По крайней мере, постабильнее и поуниверсальнее против всех рас. Может, там в Мирорах у него не все так хорошо, то есть там можно поотжимать. А вот в целом Лин — это машина. Болеем. Болеем. Столько мы сегодня уже с вами посмотрели Орк на эльф. Эльфы одерживали постоянно победы. Мун над Соином, Colorful над Ое. Спойлеры тем людям, которые не смотрели другие матчи четвертьфиналом. Вот, но дело не в матчапе, дело в игроках. Так что Фоги по статистике Лину проигрывает. Он выигрывает у него одну карту из шести. Ну, из пяти, ладно, из пяти. И... Ну, у него, как и у любого другого эльфа, есть, так скажем, потенциал для того, чтобы выигрывать. Даже Лина. Вопрос, сможет ли он показать свой лучший уровень на протяжении всей серии, это крайне сложно. Кипер, а куда побежали-то? Ну, можно было добить! Аааа, ну почему ты не это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ладно, ребят, я начну ее подгорать. Мог маленькую черепашку добить. Прикапывает рабочего. Арча рядышком. Отстреливаем первого пиона. Да, Гэдли. Ну, разрываться, разрываться. Как-то. Пингвинс, говорит, зашел с Ютуба ради ГГ-приема, запомните меня. Я больше товарищей, которые на ГГ просто-просто сидят. Запоминаю. О, Айва, привет. Если у Фоги в одном наушнике хавк, то все шансы. Как такой здоровый хавк в один наушник может поместиться. Народ, где в нормографии можно посмотреть? Ааа, у Соника на стриме... Всем привет из 2008 года. Вы же передаете, старики просыпаются, вспоминают свои аккаунты, логины, пароли. Есть способ, говорят, качественно-мобильный. Если поменять, уже так небольшая разница будет. База у нас строится. Линчанский бежит уже в сторону базы. У него неплохие артефакты, серклетка. Но нынчка достраивается. То есть, судя по динамике, Блэйд, когда придет, там уже будет 90%. Еще что-то пытается... Ааа, нифига себе, как можно! Ааа, ну там же пирсинговый урон у 4 из 5. Нифига себе, как Блэйд, смотрите, в наглую выбивает артефакт из этой точки. Теряет всего лишь половину здоровья. Большую бутылку у него как с куста. Я не видел, что вы так орки делали на этой карте. Ну, наверняка это не новое. Бла-бла-бла. Бобер, я пароль вспомнил. И Блэйд врывается, добивает одного, не успевает добить второго. Энтони убивает вроде бы. И побежал дальше. Пока ровненько. Вот если... Так. Поддержал наш канал на 100 рублей и сообщает. Есть инсайдерская инфа. У Фоги в правом наушнике. Кх-авк, а в левом Сокол. Правда, Сокол подтормаживает и иногда отвлекается на лут. Минус. Сокол не стал бы работать против орков. Это вранье. Сейчас была довольно бесцельная прогулка Блэйдмастера на базу у Фогича. Он ничего не сделал, а Фоги в это время добрал третий уровень. Вот это очень хорошо. Блэйд прибегает, Фоги ждет. Просветка очень хорошо. Ну, Козлик третьего уровня не может справляться с Блэйдом второго по боевым характеристикам, так скажем. Еще противостояние. Но у Блэйдмастера есть большая бутылка, не забываем про это. Другое дело, что... Он ее реально тратит здесь? Козел не в ту сторону. А, у него персоналка есть. Так, коты в это время немножко поджимают, но Блэйд, кажется, все-таки шахту-то отменяет. Нет, не отменяет шахту, нормально. Фух, ну у нас пока нормально все. Базу поставили, шахту защитили, козла не отдали, бутылку даже выманили на втором уровне Блэйда. Чем выше Блэйд, тем ценнее предметы. Ну, не только Блэйд. Я сто раз об этом говорил. Если вам удается выбить какую-нибудь банку маны, лучше ее приберечь на героев прокачанного уровня, потому что у вас растут уровни заклинания, а фиксированной остается стоимость. Соответственно, вам необходимо... Вам необходимо... Копить такие вещи. И Блэйдмастер, те же самые 500 хитов, из-за того, что у него больше урона становится, больше брони, больше здоровья, как бы, эффективного, лучше приберечь... Так, прилетает висп. Прибегает... Так, здесь Блэйд... Ой, опасный момент. И для Фоги, и для... И для Лина. Прикапывается Гранд. Кота контроль, Фогич контроль, как никогда не контролил. Врываются коты, но, к сожалению, тут вышек очень много. Хороший пирсинговый урон. Кот точно умрет один. Умирает кот. Умирает Гранд. Все-таки. Блэйд нарезает Арчу. Еще Гранд может умереть наверху. Пока размен один в один. Ого-го. Прикопка еще на одного Гранда. Пурш на него спасает. Лин. Маны у Козла уже нет. Блэйд бежит за Арчой. Кажется, убьет ее, конечно. Фух. Два когтя у Сахи. Не успел он передать Блэйдмастеру. Блэйд бежит прямо до самой базы. Не знаю, зачем Лин бежал до самой базы за... Минус еще один Гранд. Хорошо. Ой, Фоги, молодец. Это Б3, это Б5. Да, Арча убил, а кота не убил. Магазин пытается отменить. Отменит ведь гад. Минус висп. Светок лечения. Экспант работает. Магазин отменили. Такой резкий Лин. Он уже крепит другую точку. Фогич пытается поймать. Там две... Два кота справа мега красные. Надо с Витком спасать их. Есть свиток. Такая беготня. Блэйд уже здесь. Перекопка на Гранта. Но Лин очень хорошо отконтроливает. Блин, как же он отконтроливает хорошо. И там подрезал, и тут подрезал. У него СХ уже почти третьего. У нас Алхимик первого. Офигеть. Загнуло вряд ли удастся постражаться. Он слишком плотный. Блэйдмастер здесь здоровый. Пытается убить Блэйдмастера. Козел подставляется. Алхимик подставляется. В смысле СХ подставляется. Коты его отгоняют. Блин, Фоги. Я волнуюсь. Там Т3 делается у него или нет? Интересно. Фоги. Фоги. Вот это проблема. Это очень серьезная проблема. Два третьих уровня. У нас три. Один с половиной. Мы пытаемся... Ну, что сейчас этот магазин-то не закрепили, а? Не успели бы, скорее всего. Пошел бетон. Лин лезет вперед. Сейчас еще когти ему передадут. Да, видите. А Лин нон-стоп крепится. А Лин нон-стоп крепится. Фоги пробегает к нему на экспанд. Думает, что там Экс будет. А там нет экспанда. Кто-то выходит, правда, на Экс. Двое рабочих. Сейчас мы их перехватим. Но опять же, по Экспе. По Экспе. Проблема. По Экспе проблема. Светок лечения взяли. Да, четыре когтева орка. Штамповка арчей идет. 53 лимита. 57 лимита у Фогича. Он не сидит, в отличие от Муна, на лимите. 50. И пошел телепорт. А ну, Арчи, контроль, Мунвел рядом, алло. Теряет Арчи на ровном месте. Сейчас надо как-то прокрепиться, друзья. Надо как-то прокрепиться, успеть. Хотя бы Алхимика подтянуть до третьего. Еще двое рабов идут ставить Экспанд слева внизу. Поги тоже начинает зачищать нейтралов у себя под боком на мастерской. Этот ждет свиток, видимо, деньги на свиток. Хотя есть, да, покупает свиток лечения. Алхимик второй. СХ уже почти четвертый. Ё-моё. И пошла база. Фоги пытается наверстать упущенное. Но Лин... Я помню, как Фогич с Лином как раз играет. У них темп другой. Фоги часто подвисает. Часто подвисает, часто бегает бесцельно. А Лин очень активно крепится. Прям впитывает все, как губка. Даже после сражения он старается вообще не стоять на месте. Начинается сражение. Не нужное нам сражение. У нас пока не доделался Т3. Ой, виспы, конечно, хорошие тайминговые. Свиток защиты. Виспы диспелят всего Сыху. Блэйдмастер прикапывается. Гранта подрезаем. Неплохо! О, это было, конечно, дорого по виспам. Но мы заставили противника отступить. 2-2 грейды у Фоги. Я не обратил внимания. 2-2 грейды. Вот это инвестиция хорошая. И сейчас под тайминг экспанда можно организовать хорошую атаку. Сыха пустой. Найти бы где-нибудь еще виспов. Сделать бы... Патма вышла. Патма вышла. Арба есть. Тайминг шикарный. У нас плюс сколько? Плюс 15... 20 лимита у нас плюс уже. Что? Там, правда, вышка. Блин, Гвардовская уже стоит под бетоном. Птыкает в Блэйда. Блэйд в инвуле. Лечение пробует. Ой, коты отдаются как? Минус 1-2. Кипер поднимается по уровню повыше. Котов отведи. Под контроль. Третий алхимик. Виспы идут. 37 лимита на 50... У нас плюс 20 лимита. Сохраняется преимущество против Лина. Что? Козел. Козла, 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 козла. Аккуратно, козла. Телепорт сейчас придется сжать. Да, его нет. Крит на 210. Убивает козла. Может, не стоило... Может, не стоило телепортироваться на самом деле. Потому что здесь надо нычку пушить. Блэйд убегает на последних хитах. Ах ты, тварь. Сыха. Без маны. На магазине шопиться не успел. Кодой идет. Ай-яй-яй. Магазин убили. Не достроился магаз. Маны нет. Висп диспелит Гранта, который там под лайтник щелдаун врезался. Ой, у нас тоже маны нет. Отступаем. 31 лимит на 51. Плюс 20 лимита осталось. Но, козел, минус. Блэйд притащил ману. Сыхея. Надо отступать. Ждать козла, лечиться. Восстанавливать ману срочно. Бегите, арчорки. Бегите, родные. Ну не блочьте подругу. Там плохо работает база. А-а-а. Арча умирает. Не, у Фукича сейчас вообще ситуация отличная. Правда, где 10 лимита? Он только что отменил до заказа, видимо, да? 50 лимита на 40. Плюс 10 лимита у него сейчас. Погич, нужно прям, нужно собираться сейчас. Да нужно выходить с лимита. Почему он сидит на лимите 50? А противник крепится. Там почти пятый СХ. Да ну нафиг. Блин, козлу инволу не хватило. Или стаффа не хватило кому-то. У Патмы был стафф, не знаю, был на КД, не был. Но там крит вылетел на 210. Там так резко все произошло. Через центр идет. Инвол покупает. Светок берет. Но СХ 4.8. Яхазэч идет. Линь не отводит. Блэйда это ошибка. Здесь мог бы уже пятый СХ быть. Но время уходит. Время уходит, друзья. Уходит. Нужны виспы. Нужно пушить вражеский эксп. Логи по дороге. Он собирает. Собирает черепах. Да я, блин, сижу, ногти уничтожаю. Извините за подробности, блин. Волнуюсь, как не знаю кто. Большая мана. Большая мана у Алхимика. Шансы есть. Плюс лимит есть. Арба есть. Трушетауру выпадает у Орку. Ничего страшного. Видалец, привет. Тут такая игра. Такое начало серии. Ну что, решающее сражение для Фоги. У нас всего плюс 10 лимита преимущества. Нужно очень хорошо здесь отконтролить. Прям очень хорошо. Там уже пятый сахар. Ну куда Арчи идут? Зачем? Блин, подставляет сразу двух Арчей. Энты все диспелятся. Где Алхимик? Где Веспы? Как это пушить вообще? Справа встать, чтобы подкрепку подрезать. Может быть. Эта позиция кажется лучше, чем та, потому что вышки здесь нет. Кадой пробегает. Кадой лечит. Арчи почти его убили. Фокус по гранту. Лечение неплохое. Блэйдмастер прям в куче начинает Арчей нарезать. Веспы по таймингу шикарнейшие. Прям во все... Давай диспель, 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 диспель. Есть минус. Вся мана у Сыхи. Блэйд нарезает. Еще диспель, еще диспель. Он ману выпил. Блин, Патма еле живая. Диспель, Сыху, диспель, веспами. Пять веспов. Держится пока, держится. Пятый Блэйд, правда. 50 лимита на 63. Блэйд на 230. Еще, 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 еще. Справа Сыху. Диспельит. Минус вся мана. Козла убивают. Инвул. На козле Инвул. Лечи козла алхимиком. Блин, нет. Все-таки не получается пробить. Капец. 39 на 54. Не, на самом деле нормально. То есть, размен был в плюс. Мы разменялись в плюс. В очередной раз, правда. Правда, Патму отдали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой валидол. Ну, как это вообще можно смотреть спокойно? Такие качели. Капец. Блэйд Исха уже почти шестые. Ну, Сыхата пофиг шестой. А вот Блэйд шестой. Это не контрится. Ульта у него не контрится. Рекинь к ману. Ну, Патмаса второй аурой может зайти, конечно. Но сейчас апкип, и орк догоняет нас по... Хорошо, что метнулся, крепится. Хотя бы-хотя бы так. Типа пятый козел. Поближе алхимик. Два свитка лечения. Виспы всегда рядом. По сравнению с Colorful и Malolight'ом у Фогича гораздо все грамотнее. В плане подготовки к сражению. Ульта Котка не контрит? Ульту нет, нет. А, ульта, в смысле, шестая. Ульта-то контрит. Да. Две арбы есть у Фогича. Он бежит пешкарусом. Линчанский уже сравнялся. И телепорт идет. Не хочет отдавать тогда. Пошли Виспы. Очень в тупую Виспы идут. Блин, не добегают ни до кого. Вынуждены диспелиться до сухи. Никто не дошел. Подрезает Рейдер. Но там должен быть Пурдж. Но Пурджа не хватило. Минус Рейдер. Хорошо. 62-65. У нас легкое преимущество по лимиту. Но да, это сложно, конечно. Капец, как сложно. У Орка стоит база все равно. Это такой большой минус для нас. Закупает Инвул Блейд. Арчи Грейды 2-2. Алхимик бежит вперед. Рейдер минус сразу. Блейд в Арчах начинает нарезать. Такое жуткое зрелище. Блейдмастер с Лайтнинг Щелдом. Свиток Лечения тут же нужно юзать. Очень все, очень все быстро умирает. И Гранты, Арчи 50 на 67. Где лимиту Лина? 47 лимиту Лина. Свиток еще Лечения 1 прожимает. Гранты падают. Кадоя от Фокусник. Кадоя фокусит. 40 лимита. Развалился Орк. Плюс 20 лимита у Фогича. Минус Шаман. Минус второй. Закуп через магазин с контратакой. Давай. 35 лимита на 64. Плюс 30 лимита у нас уже. Как? Две Арбы. Патма третья со второй аурой. Капец. Вот это качели. Не затягивай, пожалуйста. Не затягивай, не бегай. Не бегай в апкипе. Пожалуйста, Фогич. Куда ты пошел? Куда он пошел? Какая красная точка? Ты чего? Зачем? Ради алхимика пятых. Да он отстроится в лимит 50. Ой, там до шестого. Может дойти. Зачем? Зачем? Все же есть. Почему? Почему? Почему крепится? Вот кто мне скажет, зачем он пошел крепиться? Мать моя женщина, зачем крепиться? Зачем крепиться? Веспов типа ждем. Без веспов не хотелось сражаться. Не, Хилварды выбил. На самом деле, Хилварды же он здесь выбил. Это хороший предмет. Не, может, там у него третья играет на атаку делается. Есть несколько ответов на этот вопрос. Во-первых, у него нет веспов. Он не может... Он достраивал их. Вот сейчас достроил. Во-вторых, у него нет свитка лечения. И, соответственно, не хочется лезть без свитки лечения. Правда, свиток перекупил орк в магазине, в единственном, который остался. Но 70-56, конечно. Иллюзия Блэйда. Инвул надо брать. Инвула нет в продаже, да? Свиток купил, свиток купил. Хотя бы один. Так, все. 73 лимита. Хорошая аура. Две арбы. Есть инвул. Но Блэйд может с Блэйдстормом врезаться. Если мы потратим... Ну, если у нас там поубивают юнитов, а нужно убить где-то человек 7-8 для того, чтобы получить 6 уровень орку, то будет жопа. Персональный телепорт. Позиция не очень у Фогича. Киперк непонятно откуда приходит. Веспы диспелят хорошо. Лайтнинг щилд со своих же. Хороший диспл еще в Шаманов и в Сэху. Отличный диспл в Шаманов и в Сэху. Правда, разваливаются арчи наверху от Грантов и Блэйдмастера. Энты вызываются. Алхимика, алхимика, алхимика. Аккуратненько. Хилвард ставит. Инвул надо передать ей алхимику. Только не крит. Крит! Инвул на алхимика в последние секунду. Алхимик начинает нахиливаться. Хорошо. Ой-ой-ой. 49 лимита на 59. Плохой размен у нас сейчас был. Продолжает, продолжает размениваться как-то Фогич. Лин отступает. Но тактическое отступление теряет Гранта. 50 лимита на 59. Шестой Сэха уже. И почти шестой Блэйд. Какой валидол! Он убивает одного юнита и будет Блэйдсторм. А Блэйдсторм может перепросто все изменить. Все может изменить. Подрезается подкрепа. Хорошая позиция. Пятый алхимик. Третье лечение. Есть ли у нас мана? Маны мало. Свиток лечения есть под ульту. Сбиваем барак. Из барака выскакивать может один Грант. Не успел выскочить Грант. Начинается сражение. Пытаются убить Арчу. 1-2 юнита отделяют Блэйда от шестого уровня. Он купил ману. Купил ману. Не купил ману. Он, получается, берет Блэйдсторм. Но у него нет маны. Он должен пошопиться сначала. Он идет в магазин покупать бутылку. Он покупает бутылку. Начинает крутиться. Блэйдмастер! Блэйдсторм! Блэйдсторм! Козла пытается убить. Козлу плохо. Козел настафь и улетает. Сыха очень битый. Козла не хватает. Ой, Блэйд, 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 Блэйд! Нет, не умирает на последних хитах. Успевает. Но хватит лет. ГГ пишет Лид. Сто премов. Как хорош. Такой... Что? Что? Оооо! Вот это игра! Вот... Господи! С такой игрой Фоги может до финала проходить. Просто! Капец! Уже переподписан 6 месяцев. Оооо! Вот это кайф! Прекрасное принятие решений в игре. Очень сложный матч. Крайне сложный матч. Сейчас. Я прям очки, подождите, подарю. Фух! А, вот это первая пачка. И вторая пачка. Никер подарил 50 премиум. Два по 50, ребята. Фух! Хороший старт! Уууу! Причем вообще без халявы, понимаете? Такая грамотная игра от Фогича. То есть, да, качели были, но местами из-за критов... Вот это вот что такое? Просто есть козел, а нет козла. Он уходит за секунду просто. Грамотнейшие виспы. Ну, там в одном моменте только были хреновые виспы. Мясные сражения в 50+. Там было только в 50+. Сражение... Подчеркивание, Арктика поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщил... Да... Чисто на энергии майкера вытащил. Болели, друзья. Болели как могли. Ну, очень близко. Такие замесы. И это Лин. Это Лин. Алло. Это сильнейший орг мира. Красиво. Красиво. У меня жена прибежала от моих валидолов из соседней комнаты. Да, да, да. Ну, очень круто. Хорошо. Хорошо. Но это Бо-5, друзья. Это только первая взятая карта. Хорошо, что мы ее отметили сразу с сотней примачков. Сколько еще премов есть? Ну, не знаю. У нас премов анлим просто. Генери не хочу. Арчибальд Беляк присоединился тоже к нам в чатике. Всем здрасте. И Блэйд Сторм такой до конца. И Козел такой отступающих на последний. И Блэйд Мастер тоже там. Уаа. Просто шок. Прошу заметить, Фогич заточил Лина с менее прокачанным героем и экспандом. Это все на пинге. Да, кстати, Фогич играет на пинге. Было же 200 обещано. Нет, было 100 обещано. Я думал в 200, но остановился вовремя. Какой же Линн мягкий? Что? Что? Стасок поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает лучшие Фоги, что я видел. Да, да, это круто было. Это было круто. Да, у нас присоединяются новые Беляки. Не успеваем прям очками одаривать. Спасибо Фану за премиум Арчибальду. Вот, ну что сказать по игре. Все в процессе, мы комментировали нормально. То есть там реально были разные стадии, разные ситуации. Такие майлстоуны, так скажем. Преимущество переходило из рук в руки. Да, Секиро проходил на стриме. Секиро. Так, первая карта была нейтральная. Сейчас будет Лузер Пик. Это либо Last Refuge, либо Northern Isles. Фан подает один премиум. Фань. И Аспирант там тоже не дремлет. Фоги может. По игре видно вообще, что может. Как дела, где Хавк? Ну, уже четвертый день турнира идет. Хавк, к сожалению, не вышел из групповой стадии. Аспирант подарил один премиум. Фух, собрались. Отставить то, что было. Новая игра. Есть в Варкрафте, особенно в сериях, такая особенность. Особенно, когда играешь... Аспирант подарил один премиум. Что у тебя после жесткой... Ну, как правило, если это серия, если это нормальный противник... Аспирант подарил один премиум. Да хорош. Спасибо, Аспирант. Наверное, я даже озвучку выключу, чтобы не эта самая погода. Чтобы не отвлекаться. Или потише я сделаю просто. Да, давайте так. Старстрайдер еще пять подарит. Примачков. Короче, после дикого темпа и напряжения у тебя первая там минута, вот это вот развод веспов туда-сюда, тоже проходит как бы в старом темпе, но пока ничего не происходит, ты настраиваешься на игру, прикидываешь, что будет... Так. Так. 50 рублей сообщает... Так. Давайте не оба, пацаны. Это будет красивая победа. Диспел, диспел. Дамаг и хилл. И Аспирантов продолжает. Интересно соотношение синевиков и премиум в часике после таких раздач. Так а ты можешь список пользователей просто открыть и посмотреть? Они все там проранжированы, сгруппированы. Довольно хорошо можно увидеть. Не будем мы прикапывать. Прикопали, хорошо. Сетка на гранта. Ай. Берет глаза все-таки Блэйд, к сожалению. Ну вот если бы глаза были у нас, он бы здесь так просто не бегал бы. Получается, Фоги у Билла Орка Т1 юнитами. Еще один аналитик. Ну как Т1 юнитами, если ты им делаешь грейды, которые как минимум 2-2, и это тебе нужно Т2. Что ты им делаешь меткость, которая доступна только на Т3. Что ты не учитываешь героев, которые с Арбами и Арбы покупают на третьем тире. Не учитываешь стафы. Не учитываешь, что у Хантера есть тоже грейд на Т2. Какие Т1? Что за базовый анализ? Вы еще Хедхантерами Т1 юнитов назовите, когда они берсеркерами становятся. Ну что за... А у Хумов какие Т3 грейды на начальные юниты? У Хумов нет. У Хумов есть только на Т2 грейды. На рифлов и на футменов. Точнее, на рифлов просто. На футменов только дефенс. Но дефенс грейд по защите самой сильной в игре. Отлично, дочитай, пожалуйста, сообщение. Получается, Фогги убил орка Т1 юнитами. Да какими Т1 юнитами? Еще раз говорю тебе. Не Т1 юнитами. Если ты строишь сообщение таким образом, что оно неправильное в первом утверждении, дальше читать не обязательно. Это вот закон жизни. Что если человек говорит, что ничего не сделать, ну или какую-нибудь фигню в первом сообщении, высокая вероятность, что доверять тому, что он пишет дальше, нет смысла. Да дочитай, Ло. Дай, дочитай. Получается, Фогги убил... Да не Т... Короче. Делай выводы. Просто уже в который раз приходит товарищ и говорит, вот там арчи Т1 убивают Т3 орка. Во-первых, там не Т3, там Т2. Во-вторых, гранты — это Т1. Во-вторых, нельзя так просто узко мыслить. Ты должен, чтобы из этой арчи 16-18 получить 30 урона, ты должен в нее хреновую точку времени вложить. Доза переподписан 6 месяцев. И ресурсов. Хороший момент. Давайте к игре. Я по это самое. С вами вместе молчаливо поулыбался во время вашей реакции. И впитал все эти пеки. Впитал. Аспирант подарил 6 премиум. Не дал на халяву сейчас Фогги закрепить Алину эту базу. В смысле, эту точку жесткую. До выхода Сахи. База у нас доделалась хорошо. Застройка будет. Нет, для эльфийской застройки отвлекающего уже слишком поздно. Для арковской не очень актуально застройку делать. Будет специально, чтобы Бладласт появился. Чтобы эльфу было сложнее крепиться. В это время Саха здесь собирает зеленку. Блин, ну артефактов Фогги не отдавай. Сдал Блэйду этот. Сдал Блэйду носок. Нулифер, привет. Блэйд собака мешает. Кипер пытается ворваться. Очень битый Грант. Прикапывает его тут же Погги. Пытается добить Голема. Ааа, близко было. Молодец. За попытку плюс. За попытку плюс. О, еще Шамана можно попробовать. Было. Скропспид Юзайт. Не доконтраливает Лин. Ух ты. Ой, мешает. Молодец. В это время Хантрески крепятся с этим, с деревом. Там, правда, Блэйд крутится рядом, собака. Видит, видит. При помощи сентинелов Блэйда на персоналке уходит. Ой, 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 ой. Ну покажи, опс, что ж ты такой кривой-то, ну ё-моё. О, показал Пурч, молодец. Шаман выжил все-таки. О, спасибо большое мне за прямачок. А то у меня не было подписки на меня. Solar Prominence. Так, пошла, пошла у нас база. Пошел в магазин. Мы крипим Алхимик, и там СХ уже почти третий. Поги, поги. Что делать? Линчанский готовится втыкать базу, судя по пиону. Алхимик по сравнению с Сихой, конечно, мега неопытный. Но здесь, допустим, он второй получит. Получает еще пояс. Свинью пытался пион убить. Цветок лечения очень опасный сейчас, Лин. Энты раз, два, минус три. Мунвел минус. Со змейками пушит. При этом у него база строится. СХ гоняет виспов. У нас рейнджа, видимо, нет у Арчей, да? Раз они так не достают до змеек. Козел пытается змеек пробрить. Блэйд так врезается в Арчей. Надо вписываться. Ребят, надо вписываться. Арчи под Пурджем. Лечение очень слоупочное от Алхимика. Арчуа первый умирает. Но очень много урона получают гранты. Ай, виспы неплохие в целом. Блэйд получает второй, к сожалению. Гранты все отступают. Надо змеек хотя бы собрать для опыта. Сейчас еще выманивать будет с магазина, скорее всего. Нет, Фогич. Фогич рядышком уже. А нам нужен этот магаз, на самом деле. Потому что у нас нет свиток лечения. И нам бы прокрепиться, но это очень опасно. А он просто зашел и купил этот. Купил свиток лечения. Ну, надо здесь прокрепиться. На выманивай, надо попытаться. Попровоцировать орка. Ну, да, допровоцировался. Он хоп, подрезает просто самого главного. А, и марширует мобильная часть эльфа прямо на экспант. Хорошая идея, если удастся провернуть такой... Под спидами, Лин. Как же грамотно. Там уже вышка, но нычка почти достроилась. И там уже есть гвардовская. Ой, возможно, ошибка. Можем не успеть. Это в дисплей от одного, второго, третьего. Коты умирают. Минус два. Третий еле живой. Делает телепорт. Блин, такой смелый шаг, а. Но наказан. Наказан за него. Вот это сильный удар. Это сильный удар. Это минус 10 лимита просто. Здесь надо отменять, короче, апкип. Мунба отменил апкип. И все, сидеть, ждать Т3. Фоги не допускает ошибки, пожалуй. Да. Вот, отменил. Молодец. Халявь. Халявь, родной. Шансы только на затягивание. Только на затягивание. 1-1 пишет товарищ Эдванс. Вот я обожаю таких товарищей банить просто. Вот, обожаю. Во время просмотра игры, когда тяжелая ситуация, ты берешь и даешь никому ненужный свой прогноз. Через 30 месяцев следующий прогноз, пожалуйста, ждем от тебя. Как бы несложно понять, что как бы ситуация плохая, но сложно сохранить в себе силы для того, чтобы... Ой, позиция хреновая. Ой. Дирижабль делает Фогич. Пытается спастись. Пурч. Не факт, что улетит. Кио-Джи. Кио-Джи. Нет, все упадут. Все упадут. Все упадут. Все упадут. Все падают. Это ГГ. Вот это ГГ. Блин, твою мать. 1-1. Да, но ключевым моментом было, конечно, это рывок на север резко. Его можно было понять. Мне эта идея поначалу тоже очень понравилась, потому что я не знал, какой там тайминг. И не знал, что орка есть с Криллов Спид. То есть идея рвануть, пока орк там за артефакт, который ты не можешь выбить и убить у него экспант, она оказалась правильной, но там оказалась уже вышка готова, орка с Криллов Спид, и динамика постройки экспанда была уже там 90%. То есть он был очень плотный уже. Разбан, говорит Сейдер. Нет, не разбан. С чего это вдруг? Поступок даже остался на месте. Вот это еще один. Я сейчас буду это самое, диспотировать людей, которые будут топить откровенно вот таким вот макаром против нас. Поэтому отдыхайте. Хитерки. Еще один красный прям. Да, выдаем еще прям очки, только другие. Игорь Армаков поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает за Орду. Да. Сокол вкопал в участки турнира, готовится к финалу голда. В тапочках такой. Ну, типичный немец. Смотрите, все вылизано, все чисто, аж тошно становится. Тапки модные. Носки без дырок. Хорош. Микролог говорит, на таком уровне одна ошибка и капец в своей игре. Конечно, конечно. Одна довольно грубая ошибка. Да, вот так обязательно. После варика будем спасать землю. У нас там отличный новый трай. Новые планы, новая вера в будущее. Много опыта, ценного мы получили в прошлый трай. Далеко продвинулись. Освободили регион. Стартанули аватар. Почти дошли до штурма избранного. Эх. Будем рашить плазму или психов? Я вот не знаю. Это хороший вопрос. Мне и тот вариант нравится, и тот нравится. Плазма более стандартная, так скажем. А психи... Много вопросов. Ну как, без лазерки. Лазерка точно не буду скипать. Это без шансов. Я лучше за счет искры попробую себе и армора, и урона добрать. Майн-контрольному тона. Звучит, конечно, классно. Без шуток. На старой графике посмотреть можно? Но я не против. Но не знаю где. А как можно плазму рашить? Есть какой-то гайд? Да не, вряд ли ты сейчас под лонгвор найдешь гайд. Ты найдешь вики под второй X-ком и праз под старый лонгвор без War of the Chosen. Ну гайд просто ты не строишь ни лазерку, ни магнитку. Идешь сразу в плазму. То есть через Эллерий, видимо. И там плазменное оружие должно открываться. Но это... Пипетка урка сколько маны восстанавливает и хп, если хп регенит она. Она не регенит хп. У орка замазка с тремя зарядами, которые восстанавливает... Блин. У Хумана 225. На всех действует. У орка, мне кажется, что такое же количество, просто три заряда. Или больше? Не, больше должно быть. Типа 400, сколько там. Сейчас подскажут в чатике. Аману регенится сотка, а она у орков такая же, у хуманов такая же. Сколько орков замазка? 400, да? 400. В дотке 400, говорит, кайф. 400. Ребят, не совсем понятно, точно ли 400 восстанавливает замазка орка. Просто у нас всего лишь 5 сообщений из 400 и мое шестое. Пока не точный инфа. Кто-то может прогуглить на всякий случай. Замазка 70 маны. Замазка стоит 70 голды, восстанавливает 100 маны. 400, говорят, вроде. Точно 400? 400. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас стало понятнее немножко. Хотя есть разные версии, там 375. Плей-офф у нас в сингл-эллиминейшн, поэтому поражение означает вылет с турнира. И жалко, что такой противник нам попался на старте. Самый неудобный, самый сложный. Но если выиграть такого, представляете, сразу до финала можно пройти. Но ее можно сбить. Хумановскую тоже можно сбить. И регион маны можно сбить. Привет, NBC трэш. Тэш, не трэш. Мне кажется, Фоги попробует здесь протектор на халявку воткнуть, карты подходящие. Не, не решающе. Здесь Б5. Фолун говорит, это так ваш рефорш выглядит. Какая гадкая эта ваша заливная рыба. На этой карте особенно. Трава, конечно, бесячая абсолютно. Но есть приятные глазу карты. Кольцо и сила не такие плохие артефакты. Но Блайду выпадает перчатки, в смысле, эти когти. Когти, когти, когти. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Спасибо, Малежа, за подписку. Харча в сетке. Крабик рядышком. Добивает. Второй уровень получает Блэйд. Пошла нычка. И энта добивает еще Блэйд. Блин. Хакер-макер, привет. Собрались, собрались. Завязка пока мне не нравится, потому что по мелочи, по тыкам Блэйдмастер уже, видите, получал себе XP и артефактов. А мы ютимся. Пытается поймать козел, но приходит уже к убитым нейтралам. Боуспирит, спасибо большое. То все еще были сомнения. Алина, хрен застроишь, он постоянно грантами тут шныряет. Просветка на Блэйда. Он бегает уже за козлом, гад. Хантрески попробует сейчас зеленую слева собрать. Возможно, персоналка будет сейчас козла. Давай, не тяни. Тянет. Ну, может, и правильным. Какая же топовая игра первая получилась. Фогича. Да я что-то уже начинаю сомневаться. Линчанский не такой человек, который нестабильно будет играть серию. И сравняв, мы фактически оказываемся в том же месте, где и были в начале. Даже хуже, если честно. Потому что для Фоги Бо-5 вот такой вот сложнее морально, чем для Лины Бо-5. Но зависит исключительно от состояния Фогича. И исключительно. Подошел, прочитал книгу. Убил двух юнитов. Капец, в такой врывашка. И очень свободно сейчас скрипится СХ. То есть часто бывает, что если эльф контролирует ситуацию, если там Блэйд не очень высокого уровня и козел спокойно бегает по карте, то с появлением алхимика ты идешь сразу ловить орка на крипинге. Опять классическая ошибка, отсутствие виспов. Да жри елку, пожалуйста! Блэйд подходит. Просветка, прикопка, оситка в Блэйда. У него замазки есть, но он теряет треть хп на этом маневре. СХ крепится, гад. Уже второй. Уже наполовину третий. Отменил Магаз. СХ крепится, подлец. Мы, конечно, может, успеем здесь что-нибудь подрезать, но... Да, подбегает козлик, начинает тут махать рукой, кого-то прикапывает, кого-то сразу минус энты с Х3. Контрески врезаются. Там Блэйд еще следом идет. Кристал Болл выпадает. Шаманы довольно битые. Оситку ловит два шамана. Пробует через... О-о-о-о-о-о! Минус один шаман. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-я-нан-ан-ан-ан-ан-ан-ан-ан-ан-ан-ан. Убегает второй шаман. Третий там внутри. Хантреску мы спасли. Змеек убиваем. Ай, рейдер. Подрезает одну хантреску. Шамана второго убили. минус 2 хантреса на 2 шаманов. Блин, еще хантреску эту могут по КД, а сейчас став уже нет у нас. Да, сетка на хантреску. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот тебе и 3-3 уже. На базу ставит только сейчас Линчанский. И хантреса на шаманов на самом деле, на таких шаманов, у которых уже там 3 четверти маны есть, это неплохой размен на самом деле. Ну, то есть не очень по лимиту, по стоимости, но шаманы в цене прибавляют тогда, когда господи Лин сразу в агрессию идет при этом, а? Надо восстанавливать барак второй. Лимиты равны, но в такой ситуации орк действительно должен как бы пушить для того, чтобы отвлечь эльфа. А Лин может пушить для того, чтобы и поубивать юнитов. Ох, как же! Ну и он очень сильный. Ну как бы это сильнейший орк мира, что вы хотите? Пошел протектор, правильное решение. Выходить надо сразу за ним, сразу за ним, сразу за ним! Отпустил. Блин, сейчас можно было подрезать на это самое, на... А-а-а, у Поги Т3 еще! А, ну тогда извините. Тогда нормально все. Делается вышка, протектор отменяется. Мы, по крайней мере, орка назад... назад отвели. Лин выманивает Огром. Фоги это видит, но здесь сложно как-то помешать. Пурджами останавливает Огра. Остается только надеяться, что артефакт будет не очень хороший. Хороший артефакт! В добавление к Лайтнинг Щелду добавится еще эмаляция. Постоянные причем, диспель не диспель. Это, возможно, даже лучше, чем аурный артефакт для орка. Диспелл, диспелл, диспелл. Давай диспель, Веспов! Минус арча или хантреска. Протекшн минус хантреска, минус энд. Казал начинает резать. Нет, что-то Лин жесткий, капец. Минус кипер. Там пустые мануэлы. Не, он очень жесткий. Чуть перехалявился. Это 2-1. Егэм. Да, я не знаю. Не, он... Ну, это... Он может еще 20 каток таких сыграть, понимаете? Минус кипер. Лин просто по микромоментам в этой игре очень много всего наубивал. Начало провел почти идеально. Вообще никакого гранта не потерял, ничего. Прокрепился, собрал предметы. Даже вот этот врыв разрулил как-то вообще дико. Остался в легком плюсе. Очень крутой. Очень крутой. Да, ну пустое уже все было. А че у химик свиток не прочитал? Свиток прочитает став передать. Стофануть. Ладно, камбэк из риэл. Еще можно затащить. Тяжело, конечно, особенно против Лином. Стофануть. Да. Стофануть. Стофануть. Если Фоги проиграет, дальше стримить будешь? Да, мы приключимся на Икс Чом. У нас там отличное начало. Первый самый победный трай. Есть планы на игру. Каждый новый трай, все новые приключения, новые открытия. Дальше все проходим. А вот за это может и поплатиться Лин. То есть Лин решает, что он может себе позволить поменять, даже несмотря на то, что стратегия у него... Ну, то есть даже несмотря на то, что он по стандарту две игры взял, он может позволить себе сыграть через ФСов хэдхантеров. Может быть и так. То есть запас по игре есть. Понимание, что, например, ты выиграешь стандартом решающий, если что, есть. Но подход не такой надежный. То есть если у тебя 2-0, то пойму. Если 2-1, то ты даешь противнику шанс сравнять счет. Если он будет готов к ФСу, например. Я про турнир? Не-не-не, я буду досматривать завтра финал. Вы что? Ну чего там? Полуфиналы, финалы, такой уровень игры. Запас по игре есть, а по премам. Сдюжим, нормально все. Ты не дооцениваешь хантеров с холл, а хэдхантеров? Хоть ты один у эльфа сильнейший, но хэдхантерами состоят на карьеру с адресы такие. Знаете, такое у меня впечатление складывается, что вот только ленивый не пытается меня троллить в чате. Очень дешево. Алджей, вообще. Ну то есть очень дешево. Настолько ты вообще не разбираешься, что даже вписываться не буду. Висп диспелит, волка не добивает. Порсирь на базе. Ну стрельни-то по волку, ну! Второй мануэлта минус. Новых волков вызывает. Плохой диспел на одного волка, решил на форсира. Козли, конечно, крепится лучше, чем форсир харасит, но тут... Во-первых, еще не ночь, это минус арча. Нет, ошибается, фоги. Минус арча это неприятно. Спасает виспов. Так, ну и чего, как реагировать-то фоги будет на этого? Молодец, фоги еще, доконтроливает как надо. Правда, новые волки пошли. Ну! Спас, хорошо, молодец. Да, форсир в умелых руках, еще я помню, с граби. Так он эльфом голову морочил. Еще на старом форсире, который диспелился волками. Ну, в смысле, когда висп диспелил волков с одного раза. А сейчас еще сложнее от этого отбиваться. Ну, строймунвэл. Хорошо, фоги что-то контроливает. Мун против этого брал вторым ДХ, выходил в Дриат на Медведя. Да-да-да, это хорошая тема, с одной базой сыграть. Кстати, там через нагу нас застраивать не буду случайно. Хантерски против этой темы. Не, можно посражаться. Цейвер, здравствуй. Второй СХ. Ну, здесь Т3 будет, естественно. Раз мы играем в хэтхантеров, значит, все равно нужно в берсов переходить. Это самое эффективное, что можно из них вытащить. Ну, мы пока просто крепимся прекрасно. Смотрите, там 1.6, у нас 2.7. Ну, он похарасил нас хорошо. Виспы вроде живы. Перебивает лечение, но там уже почти полный ФС был. Почему? А, ради третьего. О-о-о-о, молодец. Сейчас он Виспа променял на третий уровень. Грамотно. А окружить можно же? А-а-а, Лин сразу же. Так, наперед идет. Вообще мы можем... Куда ты? Почему не влево? Мог же нормально сейчас подрезать, не? Форсированный телепорт развести мог. Не вижу я. Можно, кстати, панду взять вторым героем. Блин, как же... Ай, чуть-чуть не успел. А там... Мунвелл был битый, покусанный. И Виспы, вместо того, чтобы подлечиться на Мунвелле, он начал его чинить. Старая тема. Надо с Мунвелла тыкать Ешку на этот. Е, кажется, или Р, или Е. Кажется, Е. Я часто так ошибался. Я помню Бигмана еще, когда в застройку играл против эльфов. Первое, что делал, это рабочим на разведке приходил и простукивал Мунвелла. Просто. Так, в это время Крабик. Висп минус. Прикопка. Пурдж. Есть ответ. Не добил. Не добил, не добил. Р, а не Е. Такая в кучу оситка неприятная вообще. Ну, приятная для нас, неприятная для орка. Еще один Висп. Пытался даже Фогги сам его добить. Красава. Надо как-то сейчас поподрезать, подразмениваться. В идеале ты должен подразменять хантресс на хэдхантеров, до того, как они берсами не стали. Что дальше у тебя возможности выиграть, ну, хантресскими не будет. 400, говорит, а не Е. Да. Мне нравится уровень героев. 1,7-1,8 против 3,1. Т3. Они так удивляются. Т3, которые доделывают. Типа... Что? Пытается поджать сзади. Ой, Фогич. Не решается врываться. Ну, его меньше значительно тут. Плохо может закончиться врыв. Ну, и лорница, да? Т2? Что? А Фоги не знает, как играть против этого, да? Плохие новости для него. Блин. Не, ну дриады, конечно, форсира контрят, это понятно. Но дриады так разваливаются от хэдхантеров, от версов. То есть ты без медведя против этой темы играть не можешь. Вообще против этого надо играть через фаст эксп. Увы, и тогда в мастриад, но не в такой эксп. Надеюсь, пол... Да. Все, там версы сохраненные. Ой, как фоге будет больно. Ой, как фоге будет больно. Гиганты против версов не помогут? Да помогут, просто это поздно всем. Медведи как бы проще выйти, чем гигантов. Ты решаешь, во-первых, проблему с лечением сразу же, а у гигантов этот вопрос долгое время открыт. Так-то чисто контракт к любому пирсинговому Т1 юниту. Это, конечно, либо Т3 юнит милишный, то время обомы медведя, либо вот эльфийские МГ, которые прям созданы против массового мелкого урона, пирсингового магического. Но смысл в том, что фоге чему не удалось разменять шлаковых хантрес. Стомп. Экс. Телепорт. Испойнить волка хотя бы. Блин, а что делать-то, а? Ну, медведи как бы тоже не особо... Если медведи... Тоже котлка ставится. Если медведи как-то подконтролить, типа Тауреном, пару стомпов сделать, то хэдхантеры вполне могут расстрелять мишек. Они же не штрафуются по медведям, а под берсерком у них вообще бешеный урон. Ну ладно, сейчас, конечно, у фоге ситуация аховая. Просто аховая. Несчастье, говорит, как Таурен от масса арчей отлетает, прям в контра, аж контроли. Но если ты возьмешь чисто арчей, чисто арчей, чисто арчей, естественно. Ты же наверняка не учитываешь там всякие прикопки, количество, собственно, этих самых арчей и количество Тауренов. Так-то, конечно, отлетают. Потому что Warcraft сложнее, чем... Интервью будет? Нет, нет, не будет интервью. Что это за лимит вообще у нас? Либо сейчас фоге выходит в Т3, либо забейте. Просто у Лина контрстрата. Просто контрстрата. Дриады занимают 3 лимита. Урон у них в 2 раза меньше. Броня... Дефектная. Куда ты расстраиваешься, играть, играть? В смысле, как здесь играть? Вот здесь как играть? Как здесь играть? Арктонс поддержал ваш канал на тысячу рублей и сообщает. Может, как-нибудь плейл года 2019 года на стриме пересмотрим. Дядь Миш. Дядь Миш. Не тебе мне, дядь, говорить. Вообще, я не пересматриваю старые игры. Как правило, новые смотрим. Да есть уже же. Это ностальгия. Есть комментарии. Все актуальные. Пошел телепорт Москосов. Пшш. Господи, как же это страшно. Там уже Бладласт. Там уже Бладласт. Ну, Веспы выходят под контрят, но даже без Ласта. Даже без Ласта это не лимит. Не зря Мунчанский здесь демона берет, потому что, видите, здесь третий Таурен еще важную роль выполняет. То есть тебе реально нужен лорницы, да, но дрядки чисто проходные, чтобы фэса подкантривать базово. Ну, базово совсем. И чтобы разменяться нормально с котами. Но самое главное, это фаст Медведя. Ну, уже на базе убивает просто. У нас Алхимик. Да, Фоги еще не готов к катастрофе. Штатый лимит на 50. Не, ну Фоги все равно молодец, чувак. Первую катку выиграл. Дал нам надежду, гад. Но без валидола эти игры нельзя смотреть. Немножко одумал Салин, потому что, ну, под деревьями, под мунвеллами стоять. Немного опрометчиво. Тем более, зачем, если у тебя тоже база есть? Отступи на два шага, расстреляй все, что хочешь. Опять прожимает бэшечку. Смотрите, как кодочки. Они вообще ничего сделать не могут. Там так их затыкивают с этим... Скорость атаки 50% и с уроном 30-кой пирсингового дэмэджа. Какой там яд, какой там пирсинг против них. Стоит дешевле дриат. Один берсеркер, я думаю, двух дриат ушатает. Ну, правда, так не стоит делать, потому что... Когда маленький лимит, там яд еще... Ну, сильнее решает. Потому что больше времени на сражение дается на такое разовое. А так, если взять, скажем, 6 берсеркеров, я думаю, они вполне могут пачку дриат ушатать. Вполне. Ладно, не пачку. 9, я думаю, убьют. При том, что стоит дешевле. Лимиты занимают меньше. Да, чудо не произошло, друзья. Линн одержал победу 3-1 над Фоггичем. Жалко, что система синглуминейшн...